Доброе утро! Всем доброго времени суток! Мои уважаемые женщины, милые мои девочки, всем физкульт-привет! У нас киви уже 8 часов, то есть хороший световой день начался, все тает у нас на улице, нулевая температура. Ну что, на весы, да, контроль на линии. Я уже пила две чашки кофе с молочком, тапки снимаем. Вчера вес был 80 килограмм и 600 грамм. Вот сегодня посмотрим. Вчера у меня был салат меди и яйца, позавчера домашняя колбаска. То есть у меня хорошие тарелки, я не считаю калорий и ничего никогда не взвешиваю. Так, плиз! И опаньки! 80 килограмм и 300 грамм. Меньше, чем вчера на 300 грамм. Ну вот так. Ну да. Вес не поднимается, его держится. Ну хорошо, ладно. Значит так нужно. Значит так нужно организму. Хорошей порции, сбалансированное питание. Голодно не бывают, самое главное. Ну что, будем готовить еду. По-взрослому так. Вкусному, девочки. Полотенечко положу под лосточку. Сейчас буду бахать здесь. Так. На радость соседям. Да, девочки? Услышат сейчас. Значит я хочу приготовить. Сегодня у нас в Украине говорят крученки. Беточки. Беточное мясо вернее. С грибочками. Фарш будет грибная. Знаете, делайте, да? Что для этого нужно? Я купила вчера биток свиной. Чтобы его лучше порезать тоненько. Сначала в морозилочку немножко на пару часов, а потом тонко порезала. Сейчас отобью. Отобью хорошо, тоненько. Посолю и поперчу. Начиночка у меня будет грибная. Шампиньоны. Есть сухие грибы, но поленилась. Их нужно отварить. У меня 300 грамм шампиньоны. Достаточно мне. С луком. Сейчас помою на сковородочку, лучка. А потом на блендер. Так, один раз. Ну все, девочки, работаем. Будет очень вкусно. Крученки по-украински. Мясо отбито. Прекрасно. Самое главное, тонко порезать мясо. Вот хорошо режется, когда оно замороженное. Немножко. Тогда будет тоненько хорошо порезано. Все. Нигде не дырочек, нету ничего. Тонюська. Просто вот как тряпочка. Тоненько такая. Отлично. Посолила и поперчила, как положено все. Грибы и лук. Немножко притомились. Они нужно сильно зажаривать. Мы же тушить еще будем. У нас же будут крученки. Они будут тушиться у нас. Поэтому порезали, как хотите. Маленькие кусочки, большие. Сейчас на блендер пустим. Все. Остыли немножко грибы. Сейчас пускаю на блендер. И будем готовить крученки. Грибная фарша у нас готова. На блендер 5 секунд. Один раз и 5 секунд второй раз. Два раза. На два оборота. По 5 секунд. Шампиньоны. У меня в морозилке есть всегда сухие грибы. Я их не вынула из морозилки. Думаю, шампиньоны. Сделаю шампиньоны. Нормально. Мясо можем использовать любое. Говядинку, индейку, куриную грудиночку. Да, пожалуйста. Какое нравится, такое используйте. У меня свинина. Конкретно покупала битки без косточки. Все. И вот делаем крученочки. Мясо телятины имеет одни аминокислоты. Мясо свининки другие. Говядина третье. Курочка. Другие аминокислоты. Поэтому любое мясо, какое вам нравится, мы такое кушаем. Готовьте из любого мяса. Поперчили, посолили. Самое главное тоненько отбить красивенько. Берем фарш. Начиночку кладем. Вот так. И заворачиваем такой трубочкой. Вот так ля-ля-ля делаем. И вот сюда запихаем серединочку, боковушечки. Как голубцы. Да? Вот как голубцы. Все. Вот наши крученочки. Это вкусно. Это достойно. А для нас, девочки, стройняшек, это вообще супер будет. Вы знаете, я, когда вышла замуж, меня учил готовить мой муж. Это гурман. Так у меня и дочь по готовке. Это гурман. Я простота по готовке. А они гурманы. Вот как я вышла замуж, я никогда не делала котлеты голые. Пустые. Просто обычные котлеты. Никогда. Вот мне Колечка показал котлету с грибами. Все. Делаем котлеты. Все. Котлета с грибами. Раньше было очень много сухих грибов у нас белых. Постоянно дома были грибочки. Котлета только с грибами. Я не понимаю котлету голые. Нет. Если я буду делать котлету, кто-то меня попросит. Таня, сделай котлеты. Хорошо. Я куплю грибов и сделаю котлеты. Ну вот так и делаем так все крученочки. Это очень легко, очень быстро. Я вообще на кухне, как Юрий Высоцкая. Я быстро. Мне нравится кухня. Я получаю удовольствие от этого. Дуже смачно будет, девчата. Дуже смачно. Рядом не люблю, когда на кухне возле меня кто-то ходит. Я могу завалить. Я вот так где-то там крутануся. И все. Поэтому я сама должна быть на кухне. Кухонька у меня небольшая. Поэтому так всегда было. Так. Ну вот так, девочки, видно, да? Как я делаю все. Очень быстро. Покупайте куриную грудиночку тоже. У нас битки стоят свиные 130 гривен. А куриная грудинка 104 гривны. Понимаете? Я думаю, битки свиные будут вкуснее. Постная куриная грудинка, она надоела уже везде. Ее много уже. Ее много. Она везде. Так. Все. Как нам советовал Алексей Ворон, мы кушаем с вами любое мясо. Жирненькое, нежирненькое, любое. Все. Вот так у меня осталось еще 5 беточков закрутить. Сейчас сделаю. Ой, хотела вам показать, милой моей женщине, заквасочку свою. Закваска так подошла у меня. О, пышуночка какая. Смотрите, какая пышная. Послезавтра буду выпекать хлебушек. Вот такой хлеб. Классный. На 20 дней хватает. Еще третью часть всегда даю. Вот так. И заквасочка хорошо. Так, ну и что? Дымит сковородочка. Так, работаем. Работаем, не отвлекаемся. Беточки. Вот они у меня накручены. Вот. Вот так мука у меня цельнозерновая. Взяла цельнозерновую, любую, какая есть, такой пользуйтесь. Яйца не нужно. Без яйца. Девочки, асы учили. Асы учили. Так, и выкладываем на сковородочку. С двух сторон немножечко нужно, ну, схватить. Вот так схватились, чтобы они. Не нужно зажаривать до коричневого света. Нет, 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 нет. Чтобы наши крученочки только схватились. А мы же будем тушить еще их. Думала, изначально возьму мультиварку, а потом, ну, ладно, возьму кастрюльку. Вот. Сейчас немножко их схватим. Вот так на сковородочке. Вот видите, что я делаю? Чук. Вот так. Только мука. Вот так. Это быстро. Это не так долго. Это кажется, ой, долго. Возиться нужно. Неправда. Это быстро. Ну, как же это будет красиво. А, девочки? Мы же с вами питаемся просто по-царски. Ну, правильно же? Правильно. Ну, все. Сейчас все. В муку и на сковородочку. Крученки готовы. Схватились немножко. Достаточно. Зажаривать сильно не нужно. Немножко. Так, все. Отставили сковородочку. Берем кастрюльку. Думала о мультиварке, но все-таки взяла кастрюльку. Маленькая кастрюлька у меня такая, чугунка тяжелая. 35 лет точно ей. Она шла с прозрачной крышечкой. Ну, тогда такие вещи доставались. В хорошем состоянии. Она у меня беленькая, красивая. Такая подружка подарила на день рождения. Мы же себе приданное собирали. Мы такие были. Значит так. Мой Колечка всегда говорил. Вот когда я делаю на кухоньке что-то, рыбку тушу. А он так мимо проходит и так. Таня, не забудь налить водички в кастрюльку. То есть, не нужно класть сюда сразу наши крученники. Или котлеты вы тушите. Или рыбу. Налейте сначала водички сюда. А то подгорит. У меня водичка. Немножко соли. Немножко специй. Мрия для мяса. Много специй не нужно, чтобы эти специи не забили нам вкус наших крученников. Мы же должны чувствовать вкус мяса еще и грибов. Все. А теперь будем выкладывать. Выкладывать. Крюченники. Вот сюда. В кастрюльку. Вот такая прелесть. Так. И у нас я пошинковала немножко лук и морковка. Свежие. Ничего не поджариваем, не зажариваем, ничего. Свежий лук и морковка. И нужно вот это вот поверху разбросать. Так. Слоями. Красиво будет. Вкусно. Очень вкусно. И опять шар наших крученников. Вот так. Девочки, скоро уже снег уйдет. Будем ого-го. Гоу. Быстро. Встали и пошли. Это мы разбаловались. У нас сейчас жижи по колено. Ну, хожу так. Сегодня тоже километры пять прошла, но это не то. Это нагуливать аппетит только. Это мне неинтересно. И вот сверху выкладываем лучок и морковочка. Вот так. Все. Можно немножко подлить водички. Вот такая красота. Вот. Видите? Я, наверное, подолью сейчас немножко воды. Накрою крышечкой и на маленький огонь. И тушим. Тушим. Ну, я думаю, где-то район часа и будет готово. Готовьте. Это очень вкусно. Очень правильно. Очень полезно. Это для нас. Для нас, которые хотят постройнеть. Которые хотят держать вес. Это хорошая еда. Это очень сытно будет. Мы после таких крученников долго не будем хотеть кушать. Немножко приоткрыла крышечку. Хочу вам показать. Пыхтят. Видите? Пыхтят. Крученочки. Я еще раз бросала немножко лаврового листочка. На кухоньке пахнет очень. Девчата будет очень вкусно. Девчата будет очень вкусно. Девчата кислая. Соление можно. Да, пожалуйста. Но без хлеба, конечно. Без гарнира. Это самое главное. Готовьте. Вам всем понравится. Небольшая ремарочка. Меня спрашивают. Таня, ты сама вышивала скатерть? Красивая скатерть. Да. Скатерть вышита. Но я не вышивала ее. Это покупная скатерть. Но она действительно очень красивая. Яркая. Очень красивая. Как красивая полянка цветов. Милые мои женщины. Готовьте. Готовьте все крученники по нашему украинскому рецепту. Смачного всем. Всем добрый день. Всем доброго времени суток. Мои уважаемые женщины. Милые мои девочки. Всем физкульт привет. Милые мои женщины. У меня есть немножко времени. Буквально 5 минут. Я очень хочу с вами пообщаться. Очень. Я немножко красная. Это я прибежала из улицы. Но с вами пообщаюсь. 5 минут уделяю. Потому что сейчас буду выскакивать из дома убегать. Милые мои женщины. У нас один формат. Это похудение. Наша тема здоровья и наше похудение. У нас есть не только люди, которые в климактерическом периоде. Даже молодежь с нами дружит. Очень много девочек с нами дружат. Но это очень приятно. Молодцы. Они на правильном пути. Значит. Я сегодня получила комментарии. Один человек пишет. Вы бы хотя бы ознакомились в гугле с углеводами. Другой человек пишет. Значит. До 12 часов нужно обязательно употреблять углеводы. Это закон природы. Это закон джунглей. До 12 кушать бананы. И финики. Да. Так вот. Этим людям я хочу посоветовать. Зайти в гугл и посмотреть. Я натолкну. Наше тело способно производить собственные углеводы. Они же сахара. То есть. Они же сахар. Они же глюкоза. Знаете. Как в фильме «Москва слезам не верит». Он же Гоша. Он же Гога. Он же Жора. И вот этот процесс производства собственных углеводов проходит в таких органах, как печень и почки. И называется этот процесс глюконеогенез. В YouTube. Зайдите и посмотрите. И теперь конкретно о себе. Это я смотрю все на часы. И конкретно о себе. Вот люди питаются. У людей в принципе такое питание утром у наших женщин однообразное. У нас наши женщины просто любят каши все. Каши и сладкое. Банан. Они знаете, как это говорят. Это отмазочка. Сразу все. А медленные углеводы полезно. А медленные углеводы это каши. Люди хотят сладкого. В основном каши кушаются с бананом, с изюмом, с медом. Это же очень полезно. Банан. Гликемический индекс одного банана 6 чайных ложек. Мед от чистый сахар. Люди не хотят это замечать. Когда я начала худеть, я сразу поняла. Я должна уйти от зерновых. Потому что я толстею на мучном и на зерновых. Все. Это не мой продукт. Я начала уходить. Я начала пересматривать свой конвейер. Потому что очень важное субстракт на конвейере какой. Вот что будет лежать на конвейере. Все. Вот это будет результат. И здоровья, и похудения. Сегодня кушаем один продукт, допустим, углевод. Завтра, послезавтра. Зова тела, крика души, тела мы не слышим. У нас, допустим, должны развиваться клетки мозга. Мы принимаем продукты не для клеток мозга. Мы принимаем сегодня, завтра, послезавтра и в системе продукты, на которых развиваются клетки наших ягодниц. Мышц ягодниц. Сегодня развиваются клеточки мышц ягодниц. Завтра ягоднички развиваются. Послезавтра мы не замечаем этого. А зачем? Мы не слышим этого мозга, зова. Вот мозг у нас остается на развитии потом, первоначальном. Но зато клетки ягодниц у нас развиваются каждый день. Все шире и шире. По накопительной все идет. Знаете, незнание законов не освобождает от ответственности. Это жаукнется все. Потом, сейчас многие начинают заниматься своим похудением и не обращают внимания, что уходят от жиров. Люди покупают какие-то коврики китайского происхождения, силиконовые, чтобы все было обезжиренное. Это же очень вредно. Это же наше здоровье. Обезжиренные диеты – это полнота. Потому что вся обезжирка продается с крахмалом. И постоянно на любой творожок фитнес выделяется инсулин. Это работа поджелудочная. Это постоянно вот так фермент амилаза работает. Вот так, вот так. Работает постоянно с углеводом. Любой продукт из магазина, обезжирка – это крахмал. Это углевод. В поджелудочном постоянно выделяют ферменты. На углевод амилаза идет. Все, ясно. Да? А потом мы скажем, странно, откуда диабет у меня? Я ж на обезжирке, на правильных продуктах. Странно. А что-то у меня панкреатит с поджелудочной проблемой. Жиры не кушаю, а у меня камни в желчном. Кстати, интересная тема. Потом как-то поговорим на эту тему. От чего у нас образуются камешки? От каких продуктов? Жирных или обезжиренных? Интересная тема, кстати. Так вот. На примерах. Посмотрите в транспорте на людей, на лица людей. Они же никакие. Взгляда нету. Все потухшие. И все массово хотят спать. Все зевают. Это что? Мы же жиры не кушаем. А в кровь не попадает кислород. А что разносит кислород? Жиры. Людям, которые страдают болезнями легких, туберкулез, им обязательно нужны жиры. Не для смазки бронхов и легких, а для того, чтобы вот эти жиры разнесли кислород по крови, чтобы людям было легче дышать. И вот даже если кислорода мало, но у вас хороший сурфактант, ваши альвеолы 100% будут хорошо работать. И ни одна зараза, вы знаете, какой я говорю, не пристанет. Мы болеть с вами не будем. У нас будет хорошая работа легких, легочной системы. Раз. Жиры. Не выделяется инсулин. Мы с вами не хотим кушать. У нас не будет инсулинорезистентности. Поэтому обязательно нужно следить за конвейером, за субстрактом, какой находится. Питаться не проростком пшенички, а хорошим питанием, сбалансированным. Яйца, мясо, рыба, творог, хорошая молочка. Вот это продукт для худеющих. Ну вот так. Милые мои женщины, я благодарна всем за лайки, благодарна всем за комментарии, благодарна всем за просмотры. Любите себя. До встречи.